Действительно, неоднозначный выбор, но, надеюсь, будут удивлять. Итак, начало на центре карты. Размен Мерд забирает ворды Дита. Дальше ответ от Винстрайк в Вейлендер. Как же пойти дальше? Тут не получается в итоге и Сири, но выжить Квик. Отличная игра. У себя на позиции в итоге ситуация. У нас 2 на 4 Фрайберг принимал дуэль с оппонентом в двери. Скорее всего, этот раунд герои проиграют. Там пытаются все-таки выйти у нас через окно Фрайберг в Блейм. Вместе с ним в итоге Вейлендеры они смогли ликвидировать Блейм. Дальше проходит Норберт. А вот тебе и новичок. Как же все-таки сложно будет дальше отыгрывать Квик. Отличная работа. 2 хэтшота в итоге. Там приняли только что, ну буквально вчера, там Блейма, потому что многообещающий игрок. В общем-то там КД просто зашкаливает. И мы будем за ним пристально наблюдать. В итоге Норберт под респомт там на длине. Работал неплохо под фэшки, забрал Фрайберга, но Эстаг тут же со скаутом отправляет его в следующий раунд. Он уже на длине себя показал. С другой стороны там еще и длина выходит, и Стаг в итоге забирает Норберта. Как ты заказывал, Саша, второй минус от Эстага, ассистирует Адам Фрайберг. Уже большинство для команды Геройка. И винстрайки пытаются пройти по длине, и по-моему здесь их ждут не самые лучшие новости. Не хватило на самом деле, возможно, центра. А винстрайк, да, это Эстаг, который просто там уничтожит большинство своих соперников. В итоге мог быть еще и Эйс, но Бумач, ситуация 1 на 3. Он замечает Мерса, прыжок никуда абсолютно на хэтшот. 1 на 2 уже Бумач воюет. По Эссилину была получена информация, тот показал себя на длине. Решение через Зиг уйти на центр, но тут уже Эссилиан будет ждать противника. Бумач, конечно, пытается выйти и убить соперника. Там было очень сложно, но он справляется с Эссилианом. Но в итоге 1 на 1. Блэйм встречает противника здесь, с двери. Как же так? Да ладно! Уже, по сути, Норберт успел выйти с Б на центр. Кстати, еще один молодой и талантливый игрок в составе команды Винстрайк. Норберт в одиночку. Пока что тиммейты пытались проходить по длине, вскрыл оборону базы Б. Там не было никого. Ну и, собственно, именно туда направляется основная атака команды Винстрайк. Здесь уже сложно. Да, смог положили у нас игроки атаки. Проходит бомба. И Скаут пока что не попадает. Волдедит в итоге через этот дым забирает Адама. И уже начиная с оружейного ломает эти финансовые трудности для Винстрайк. Бумач пока что не прощает. Блэйм, правда, встречает Вейлендера. Тот тоже неаккуратно сыграл на центре. В итоге отдал своему сопернику, вернее, Галил. Скаут там еще, возможно, появится от Волдедита. Но, с другой стороны, тоже опасно тут дилемма. Потому что у тебя опять ХП. Ты или взрываешься от бомбы, или пытаешься еще более открыто играть. И еще и Блэйм там забирает бумача в нижней. В общем-то, раунд получается очень дорогим для команды Винстрайк. Учитывая то, что они очень просто по инфе Норберта прошли на точку Б. Кстати, как отмечал тренер команды Моуспор Сергей Бижанов. Команда, которая выигрывает занятие длины, с большой вероятностью забирает победу в раунде. Ой-ой-ой, какие флешки, Фрайдер, спрей от него. Квики Норбер погибает, Лейлендер только сейчас включается. Но и дальше ты не уходишь обратно в банку, потому что случается Мерц со всеми вами. Был форсированный раунд в исполнении героев. Здесь полная оружейная закупка, и забрать такое будет невероятно сложно. Первый минус есть. Но все же бумач возвращается через центр тут в банку. 20 секунд до конца этого раунда, и Эстак закрывает его со своего ауга. У нас горение в чате происходит. Так же, как и горит верхняя тэшка, ребята. Тут выйти очень сложно. Хае неплохо залетает по бумачу. АВП. Роллд Эдита работает против Мерца. На центре уже не будет у нас игрока команды Героек. Хотя там на зиге находится все еще Блейм, который может пускаться. Блейм будет помогать принимать данную позицию. Итак, 40, даже 35 секунд до конца этого раунда. Выход команды Винстрайк на позицию Апунта. Здесь 4 игрока команды Героек. Первый минус есть. Асилен забирает Вейлендера. Что будет дальше? Ой-ой-ой-ой. Там было бы неплохо бумачу ворваться, но он красный. Не спешит пока что Квик. Два хатшота. Астаки Асилен погибает. 2 на 4 ситуация. В итоге Фрайберг и Блейм. Остаются и они. Будут до последнего бороться. Еще Хаешка неплохо подлетает под красного Квика. 2 на 2 в итоге. Я напоминаю, что езды фузы только одни. Сейчас у Фрайберга 57 хп против Норберта и Ворлд Эдита. Надо тащить этот Квач. Как он это будет делать? Перепрестный огонь Винстрайком обеспечен. Есть гранаты. Есть все необходимое для того, чтобы забирать четвертый раунд в первой половине второго Дэдаста. Появление второй снайперской винтовки. Стех Мерц. Если до этого... Кстати, вот это опять-таки же одна из важнейших дуэлей. Да, и Стайк в итоге после только вот врыва от Норберта забирает себе этот фраг. Только потом вливается флешка. И, возможно, это была небольшая мискоммуникация. Это игроков команды Винстрайк. Но, с другой стороны, снайперская винтовка тоже у атакующей стороны работает. Это минус по Мерцу. Оу, Эстаг. Это было жестко. Бэйлендер не смог остаться на точке Б. Это стычка Квика и Фрайберга. И рано или поздно кто-то из них увидит друг друга на радарах. Вот. Ну, вроде бы Квик заметил первый, но попадает именно Адам Фрайберг. 2 в 4 ситуация. Бумыч и Ворда Диит. Ну, опять-таки же, знаешь, вот забрали раунд винстрайки. Проигрывают следующие. Это ресет экономики. Это максимально проблемная атака для коллектива из СНГ. Да, бомба у нас уже на земле. Бумыч все-таки потерял этот пакет. Нет, последний Ворда Диит. Ну, я бы, наверное, уже сейвил снайперскую винтовку в такой ситуации. Учитывая то, что у тебя завтра уже ресет будет, то еще вчера нужно об этом думать. Достаточно сложный фраг и остается живым Ворда Диит. 46% здоровья. Скопление игроков на зигзаге в исполнении команды винстрайка. И опять-таки же Блейм делает минус. Там в целом была неплохая комбинация. Два игрока принимали эти врывы от террористов. Эстак закрывает Вейлендера. Тот все же открылся на верхней тэшке. Туда же направляется бомба. И все игроки сейчас могут попасть под обстрел снайпера команды героев. Тот пока пробахнулся. Уау! Норберт! Вот это хедшот! Дигл Норберта работает. Еще один минус. Норберт, как ты это делаешь? Его тиммейта тоже на респе. Квик их слышит. И отворачивается, возможно, от выхода на зиг. Тихо-каз таки этот угол для себя Фрайберг использует. Пока что три в два, но при этом красный Блейм. И там есть снайперская винтовка от Норберта. А К-47 на руках у Гоши. Ну, кстати, посмотри на количество гранат команды героев. Если датчане грамотно ими распорядятся, то должны оформлять это выбивание. Норберт уже третьего собирает себе. Давай! Нет пока что пострела. Ворланди закрывает вверх. А последний Блейм. Он красный и нужно просто идти на сейв. Такое только что поиграли у нас герои. Помню, ребята играли. В общем-то, они прошлись просто без шанса по своим соперникам. Тут выход на длину тоже готовится. Ходит неплохая. Но Норберт с АВП имел первый респ. Он закрывает Блейм. Знаешь, на кураже уже действует Норберт. Действительно. Смог на выход зиг. Там три оппонента пока что решили остановиться. На точке Б был контакт. Норберта все-таки Силен забирает. Ой, какой выход. По одному в итоге играет. Но есть хотя бы размен от команды Винстрайк. Он должен подсадить своего тиммейта. Хорошее решение. Тоже будет играть дальше Фрайберг здесь на зиге. Ну и очень важно Бумычу забрать его. Эта позиция. Какие тайминги разворачиваются. В итоге Фрайберг забирает его Бумыч. Три в два ситуация. Мерс пока что не удел. Возможно будет врываться через смок. Посмотрим сейчас. Пока что стоит там. И Бумыч уже мчится на эту точку. Но бомба-то не прошла до сих пор. 18 секунд до конца этого раунда. Мерс забирает одного кика. Но тут же размен от Георгия. Как же Гоша не отпускает. С дигва в дым попадает 2, а то и 3 патрона. Ой, ну тут затопил уже, если он так знаешь. Вот сел, хорошо затопил. Итак, агрессия от Мерса на зигзаге. И опять-таки же проигранная снайперская дуэль ворда Диту. Да что ж такое с Мерсом? Что-то сегодня точно не так. А ну, при этом Блейм играет довольно активно. Пытается найти пиксель. Там будет подсадка. Ооо, это было очень опасно. Блейм в итоге забирает и Бумыча, и Вейлендера. Красиво. Красиво отыгрывает новобранец команды героев. Как прыг под твой что-то осиленно, заметил Норберта, но какая вертуха. Да, но там еще прыжок был, в итоге еще прострел. Только что получил у нас один боец здесь на центре. Фрайберг закрывает Квика, который... Где-то мы такое уже видели. Идти вот, открываться и заставлять противника, может быть, нужно больше ошибаться. Так, а вот как раз-таки поджим от Фрайберга. У нас тоже интересно. Мерс будет забирать себе контроль длины. Туда же направляется большинство команды Вейнстрайк. Ой, это было не очень... Ворлудит в итоге отъедает от снайпера. Ну, наконец-то. Да, и на центре тоже пытается работать Вейнстрайк. Это инфа о том, что противники очень быстро могут выйти на зиг. И Силин меняет его. Это, возможно, как раз-таки он будет убивать всех. Абсолютно Вейнстрайк. Есть первый минус по Норберту. Как же четко отыгрывает. Сделал минус. Хаяшка под ноги игрокам команды Вейнстрайка. Вот это ошибка. Вейнстрайк, а Силин погибают. База Б чисто. Да, но какие проблемы по жизни у Бумача, Квика и Вейлендер. Это 51-15-2 хб. Вейлендер закрывает в итоге Котровский респаун. Но два бомба при этом поставлены. Огромное количество времени теряет снайпер команды героев, чтобы стянуться на помощь своему тиммейту. Что делает Мерц? Посмотри, где он находится. Ну, он получил смок на верхней тэшке и решил обойти. То есть, возможно, это даже не Мерц сплоховал. Ситуация. И его тиммейт должен был подождать. Ты знаешь, у тебя ситуация такая, что бомба еще не настолько сильно тикает. И ты перетягиваешься через центр, потому что верхние тэшки тебе дали смок. Действия со стороны героев. Прочекали зигзаг. Как заметили там Ворда Дита. Кстати, Гоша остался красный, но по-прежнему опасный. В центр пойдешь, передрагу встрянешь. На самом деле, потому что тут и ццшка, тут еще фиг будет помогать бумачу. Господи, два хачета. И силен плеймэф в итоге отлетает. 3-5 ситуация. Как же дальше идти на размин, пока непонятно. Возможно, это будет просто врыв на зиг. К тому же Мерц принимает дуэль с своим соперником. А порняй пока что стоит. Ему главное жить. Ну, знаешь, это та самая принципиальная дуэль. Мерц против Ворда Дита. Красный Гоша или Мерц. Ой-ой-ой-ой, Ворда Дит в итоге там до последнего жил. Но только сейчас Мерц его убивает. Но там есть размен. Два на три ситуации. Мерц закрывает Норберта. Неплохо. 16 кп Вейлендер. 66 бумач. Он пытается выйти через Рест, но его закрывает тот же Мерц, который сейчас, возможно, оформляет у нас на 24. Как же поторопился Норберт. Не дождался помощи тиммейтов. Решил выходить зигзага один, но еще не потеряно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот он смог на выход. Итак, это проверка на прочность Георгия. Справится ли с этим выходом на позиции Афунта. Один без помощи тиммейтов. Есть первый минус. Получается, в итоге Мерц забрать тот, кем успел выйти с Смакаклик. Закрывает Фраберг и Блэйба. Вот он, десант, который не сработал для команды Героик. 2-5 ситуация. Асилен вместе с Эстагом. Они закрыты, они раскидались. Да, есть фракт, но с другой стороны в яме. Один находится второй на зиге. Как ты будешь дальше врываться? Хотя с другой стороны, винштрак, главное, не лезть еще на эти перестрелки. Асилен затянул. Слишком долго пытался проходить к спуску. В итоге получает спрей от Норберта и Ворда Дита в спину. Ну и тут главное не погибнуть после таймера. Но да, успевает все-таки отойти команды Герои по банку. Ну, струсил, скажем так. То однозначно бы продавили бы Ворда Дита и с большой вероятностью забрали бы раун. Бума через Смак забирает Блэйма. Асилен тоже там получал от него же. В итоге Квикс сжигает противника, выходящего на длину. Ну, вот как раз-таки пытаются продавить эту позицию. Выход на центр. Попытка продавить опорников базы Б. Как же отрабатывает Ворда Дит? Да, там через Смак залетает от него. В итоге Молотов полетел в окно. Смак в двери. И, в общем-то, Эстак вместе с Мерцем закрыт на этой позиции. Они не понимают, как нужно дальше действовать. Возможно, попытка будет врыва на длину. Там, кстати, открывается один игрок. Это Ворда Дит. В итоге закрывает его Эстак. Но от Квика не уйдешь. В этой ситуации он слишком быстрый. И Мерц последний под Б. Может быть, еще кого-то здесь с собой пытается забрать. Такое ощущение, как будто не понимаешь, что Мерц находится на центре карты. Мерц видит первого, но перестрелять Норберта не получилось. 10-9. Какова должна быть раскидка героев, чтобы здесь понести минимальные потери? Слепой он не будет точно. Как бы они не раскидывали, в итоге первого забирает. Идет на второго. Фрайберг. Есть размен. 40 секунд до конца этого раунда. Блей вместе с тиммейтом до сих пор еще стоят на зике. О, он уйдет. Одного забирает Мерц, Фрайберг. И, ну, должны все-таки зиг выйти тут, ребята. Тут ни в коем случае нельзя погибать и силе. Но да, вот по одному дальше действуют героики. Слишком долго, 25 секунд. Но есть фраг от Блейма. Квик все-таки падает. Но Вейлендер будет заходить в спину. И это Джокер. Ну, по идее, тайминги не читаются. Моментально Вейлендер оказывается в спине своего соперника. Видит Блейма. Ё-ё-ё-ё-ё. Да как же так, Вей? Это было опасно. В итоге Фрайберг последние 10 секунд до конца этого раунда. Но Аух от Норберта не прощает противник. Адам падает. И это 9-12. Что-то с базой Б надо делать до того, как вы двигаетесь в направлении. Ё-ё-ё-ё-ё. Какие флешки, ребята. Посмотрите на это. Квик уже в яме находится поддержка от еще двух игроков команды Винстрайк. Есть первый минус по плейму. Эстак тут же отвечает по обидчику. И как дальше выходить там из голубого? Никак. Это какой-то хаос. Закрывает. Бумыч всех просто душит. Ну, здесь была неплохая попытка. Но все же WorldEdit не промазал. С этого АВП последний остается Эссилен на длине. Парный выпад. Ошибка. От команды Винстрайк. WorldEdit в Вейвендер погибает. Это шанс для Ассилена. Ну, скажем так, реабилитироваться за неудачи прошлых раундов. С другой стороны, Норбер тоже. Посмотри, насколько круто действует. Он перетягивается на длину. И будет сейчас там стычка. И-и-и-и. Ассилен к этому не готов. И вот он, Ассилен. Они только что имели клач в ситуацию один на один. Но все же они пока сильнее выглядят. И героик должны как-то менять. Это WorldEdit в итоге выходит на зиг и забирает Мерца. Ну и что же придумают герои? О, Вейвендер неплохо обрывается. В итоге забирает только одного Блейма. Там угол был хорош для Астага, чтобы сию секунду ликвидировать противника. 3 на 3. И при этом Ассилен пытается в соло выйти на точку Б под смок. Норберт к этому готов. Закрывает его без каких-либо шансов. Ну и минута до конца. Да, героики отправляются в гости к Норберту. Барный выпад. Два красных. 2,24% здоровья из ТАК и Фрайберг, соответственно. Бумач. Нужно идти. Под шифтов. Планок ровно забирает одного. По второму, в принципе, должны догадываться. Да, замечает. И это хатшот по Фрайбергу. И 15-9. Это матч-поинт. Команда Винстрайк готова проходить дальше. Скажем так, плохого для команды Винстрайк. Но должны закрывать без каких-либо шансов. Без идей действует героик в атаке на втором дедасте. И мы не видим какой-то, действительно, мысли в их атаках. Ой-ой-ой. Эссилин в итоге врывается на длину. Подсмок же работает. И это было грамотно. Два минуса от него. В итоге World of 9 пропускает выход на зиг, потому что он еще беспокоился о длине, на которой были сделаны два фрага от Эссилина. Мэрк закрывает перетяжку от Норберта. Отличный хатшот на развороте. Вейлендер падает. И 10-15. Нужно просто купить пистолеты и сохранить деньги. А не закупаться под ноль и терять абсолютно все, что у вас копилось. В итоге Норберт поджимается под плейма. Это была банка. В итоге верхняя тэшка тоже жмется. Везде душат. Что происходит? Да, по-моему, без вопросов в этом раунде. О, какие тайминги. Там Бумыча вроде как заметили. Заметили. Боятся героики. Сейчас они могут не ожидать второго. И это хатшот от Норберта. Второй тоже залетает. И стак падает. Это уже концовка, скорее всего. Потому что Мэркс последние 35 секунд на этом таймере. Промах. И сейчас Бумыч будет просто дергать его там до последнего. 30 секунд до конца. Мэркс. Ситуация один против пятерых. Делает два минуса. Но надо подобрать бомбу и забрать еще троих. Эта миссия невыполнима. Клик ставит точку. Победа Винстрайк. 16-10. Это было круто.